добрый вечер здравствуйте как меня слышно видно дайте знать рад вас видеть сегодня мы снова будем читать бхагавадгиту сейчас как только я пойму что у нас все хорошо со связью мы приступим всем привет как меня слышно видно меня зовут рупару над хадас и сегодня мы продолжим с вами читать бхагавадгиту 18 главу называется она совершенство отречения но перед этим я хочу предложить вам спеть совместно киртан для того чтобы настроиться на духовное общение немного отвлечься от дневных забот может быть кто-то на фоновом прослушивании но так или иначе киртан поможет нам настроиться на общение на кришна катху это будет недолго есть у вас есть возможность пожалуйста подпевать на на мао ом вишну падая кришна прештая будь талей чтиматы бхакти виданнат свами и кинамине тамасте сарасваты деве гауравани прачарине нирви сеша ашу мя вади пашти Продолжение следует... 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 к тому, что война стала неизбежным, священная война. И вот у Арджуны уже в момент, когда эта война должна была начаться, возникло сомнение. Он испытал дрожь в руках, лук выпал из его рук, и он опустился на дно колесницы, и колесница находилась между двумя армиями, ей управлял Кришна. И тогда Арджуна стал спрашивать Кришну, чтобы снова вернуть себе самообладание, узнать о цели жизни, снова понять, как ему действовать. Он стал спрашивать Кришну о том же, как ему поступать, почему нужно вступать в это сражение. Он снова стал как будто бы пересматривать свои взгляды на мир, на жизнь, как будто бы пытаясь найти снова мотивы, и решимость убедиться в том, что то, что он собирается сделать, оно принесет высшее благо не только ему, но и всем вокруг. И вот 18 глава – это конец Бхагавадгиты. Фактически Кришна в 17 главах изложил полностью все духовное знание в том абсолютном выражении, восприятии, которое нам доступно, человеческому роду. И в 18 главе Кришна снова просто в кратком изложении напоминает суть послания Бхагавадгиты и содержания. И эта глава начинается небольшой экскурс, прежде чем мы перейдем к нашему стиху. У нас сегодня 58 стих, это практически конец главы. Тут осталось буквально десяток стихов. Но вот о чем говорилось в 18 главе, чтобы какую-то связанность нашему обсуждению придать. Кстати говоря, если у вас есть вопросы, дорогие участники трансляции, пожалуйста, пишите их. Мне очень интересно, кто вы, почему вы присоединяетесь к трансляции, что вам интересно, и было бы интересно какое-то такое живое общение, обмен вопросами, ответами, может быть, я вас о чем-то спрошу. И вот пока вы пишете мне вопросы, я вам давайте снова вместе вспомним, о чем была речь. И 18 глава началась, как мы привыкли уже, с вопросов Арджуны. Арджуна спрашивает Кришну о том, что является Тьягой и Саньясой. И этот вопрос он решил задать снова для того, чтобы прояснить для себя, правильно ли он понял о том, в чем суть Тьяги, в чем суть Саньясы. Причем он не спрашивает о том, что лучше, что хуже. То есть на этот вопрос ему Кришна ответил в первых главах Бхагавадгиты. Но так или иначе Кришна отвечает ему о том, что Тьяга и Саньяса это не одно и то же, имеет различие. Саньяса это деятельность, которая отрекается от чувственных наслаждений, не совершается деятельности ради чувственных наслаждений. А Тьяга это деятельность, которую исполняет живое существо, ну или человек, направленное на поддержание жизни в обществе, на поддержание жизни в теле, для удовлетворения потребностей. Но он это делает в духе отречения. На первый взгляд может показаться, что разницы практически никакой нет. Но разница все-таки существует. И когда я помню, первый раз я читал эти стихи в Бхагавадгите, Кришна давая определение, мне показалось, что это практически одно и то же. Но если мы разберемся, мы увидим, что Саньяса на самом деле сложнее. Это более высокий уровень, который недоступен большинству людей, живущих в обществе. И Кришна, он дает рекомендации о том, что отрекаться от кармы, от деятельности не нужно. Потому что может возникнуть ощущение, что духовный путь – это путь, который отличается от мирского пути, от жизни с мирскими целями. И предупреждая ошибки, которые может совершить Арджуна, Кришна ему говорит, что карма на самом деле ничего плохого не имеет. Главное делать это в духе отречения. То есть без привязанности, без желания насладиться плодами. И какие же могут быть ошибки в деятельности, в духе отречения? Она может произойти в разных гунах. И Кришна до этого рассказал, какие гуны бывают, как они влияют. И он приводит примеры, что отречение в невежести и в страсти они не приносят благо. Вот отречение в гуне благости из чувства долга, исполнение обязанностей из чувства долга в системе Варнашрамы. А тем более исполнение долга, религиозного долга из чувства преданности, из желания послужить Кришне. Это как раз таки то, к чему нужно стремиться человеку. И такая деятельность, он говорит, очищает даже великие души. И далее, так или иначе, в процессе совершения кармы в духе отречения, живое существо, человек получает возможность очиститься от влияния материальной энергии, каких-то корыстных желаний, фактически от страданий. Потому что освобождается живое существо от волнений огромных, от необходимости постоянно поддерживать свое материальное тело. И иногда это не так просто бывает, особенно в сегодняшнее время, с семейным людям, у которых есть обязанности не только по содержанию себя лично, но и своих детей, своих престарелых родителей. В общем, огромное количество, огромное множество сложностей, с которыми может столкнуться в современном мире человек. И так или иначе, в любом действии есть изъян, и вот этот изъян, он в конечном итоге и приносит эти беспокойства. Любое действие вызывает противодействие, и кажется, что этому циклу последствий нет ни конца, ни края. И вот Кришна дает формулу, что исполняя, так или иначе, исполняя эти действия в духе отречения, человек освобождается, получает освобождение, очищается постепенно от влияния последствий. И в конечном итоге получает возможность для того, чтобы начать практиковать саньясу, гьяна-йогу, другими словами. Но в конце концов приобретает возможность заниматься чистым преданным служением. И это самая высшая практика и вывод, который мы можем сделать, подходя к стихам, к 58-56 стиху, о том, что деятельность чистым преданным служением – это самое лучшее, что может быть. Вот такой вот у нас краткий экскурс Бхагават-гита. И теперь давайте перейдем к прочтению нашего стиха, 18 глава, 58 стих. Прочитаю санскрит. Мат, меня, чита, сознающий, сарва, все, дургани, препятствия. Мат, просадат, благодаря моей милости, тариш, яси, преодолеешь, адха, но, чет, если, тван, ты, ахан, карат, из-за ложного эго. Нашрош, яси, не услышишь, винанг, шяси, потеряешься. Литературный перевод. Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия, обусловленные жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не пометуя обо мне, то потеряешь себя. Вот такой текст. И давайте прочтем благоприятные молитвы. Прошу благословений у вас в том числе, для того, чтобы послужить, попытаться вместе с вами проникнуть в тайну этого стиха, чтобы она нам открылась, чтобы мы провели Харе Кришна, чтобы мы провели незабываемое это время. Прошу благословения. Я сейчас собираюсь еще раз прочесть литературный перевод, а потом мы вместе с вами прочитаем комментарий. И о божественной милости Бхактивиданте с вами Шуарупады, очаре основатели международного общества сознания Кришны. Шуарупады ки-джай. Итак, Кришна Арджуни сообщает, он говорит ему, что всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. Если же ты будешь действовать побуждаемой ложным эго, не слушая моих указаний и не пометуя обо мне, то потеряешь себя. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех треволнений. Вот интересно, с чего начинает Шуарупада комментарий. Он начинает говорить о том, что есть такие люди, которые не беспокоятся вопросами поддержания жизни в физическом теле. То есть вопросами удовлетворения физических потребностей. Да, вот мне интересно, а вам, вот напишите, пожалуйста, известно ли вам такое состояние в собственной жизни, когда вы могли бы сказать, что меня покинули волнения, связанные с будущим, которое меня впереди ждет. Что я абсолютно, мое сердце свободно от страхов и волнений за свою судьбу и судьбу своих близких. Вот, раз, два, три ответили на этот вопрос. И вот следующий комментарий продолжает. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободных от таких волнений. И вот, не знаю, как вы, но лично я, который постоянно беспокоюсь об исполнении обязанностей, о том, что я буду делать на работе, о том, что я буду делать дома, когда приду с работы. Вот, вот я беспокоюсь. И мне кажется, что, так, достаточно с вызовом, да, Шуарупада пишет. Вот, фактически он дает понять, что если мы не причисляем себя к глупцам, то мы должны совершенно точно знать, как же получить это состояние, которое свободно от всех трех волнений. И Шуарупада продолжает. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь Кришна становится самым близким другом. Вот это новости. Ну и что с того, да, кто-то может возразить. Господь сам заботится о благополучии своего друга и отдает себя ему, видя, как преданный без устали служит ему, стараясь доставить ему удовольствие. Поэтому мы не должны идти на поводу ложного эго, вырастающего из материальных представлений о жизни. Никто не должен воображать себя независимым от законов материальной природы и думать, что обладает полной свободой действий. Вот интересно, да, с одной стороны, можно сказать, что я же действительно не свободен. Я не свободен. Я не могу сказать, что я независим от условий, от погодных условий, от урожая, от людей, которые мне покровительствуют, старикам, их дети, родителям своим детям. И почему же я могу подумать, что я должен беспокоиться за поддержание своего существования, если я завишу, да, от этого всего. Но Шелак Пады говорит о том, что человек, который посвятил себя деятельностью в сознании Кришны, полностью, скажем так, предался, да, служению Господу. Он свободен от этих волнений, потому что Господь сам принимает о нем заботу. Как нам такое сообщение? Как вы слышите это? Есть ли какие-то возражения? Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действия сознания Кришны, как он сразу же обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Необходимо обратить внимание на слова Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в одовороте материального мира в океане рождения и смертей. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо сам Кришна находится в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель подтверждает указания Кришны. Ну вот и во второй части своего комментария Шлорупада указывает, что сомнения, которые могут у нас возникать в ответ на предложение Кришны предаться ему, посвятить свою жизнь преданному служению, сомнения, эти обусловлены материальными представлениями жизни. Как раз таки ложное эго этим термином объясняется или указывается, обозначается вот это вот свойство души в материальном мире как ложное эго. Ложное эго это то, что не дает нам возможность освободиться от представления о себе как о существе, которому необходимо поддерживать жизнь в материальном мире, как о существе, которое находится внутри материального тела и полностью зависит от материальных условий. Но при этом Шлорупада указывает на то, что для нас есть метод, ибо Кришна в форме сверхдуши находится в сердце каждого живого существа, и он изнутри подсказывает, как действовать, то есть указывает на то, что есть метод, метод предания или метод преданного служения, на которые мы должны ориентироваться, да, и в конечном итоге, что делать, да, в связи с подсказками сверхдуши для нас может, на это может указать духовный учитель. И вот такая вот такова формула служения, такова формула старта в духовной жизни, которая застрахована от фатальных ошибок, от совершения ошибок, от последствий неблагоприятных в результате неправильного служения или неправильного понимания, как служить. И единственное, что нам остаётся, это со всей ответственностью и решимостью принять этот путь, который Шлорупада нам даёт, да, поначалу в роли духовного учителя выступает сам Шлорупада, и начинающему преданному, который ещё не утвердился в стандартах, не отрегулировал деятельность чувств, распорядок дня, совершение очистительных ритуалов, да, следует поначалу сосредоточиться на том, чтобы установить отношения, связь, научиться питать себя, одухотворять свой разум, свою решимость именно из книг, чтений, слушаний и лекций Шлорупада, потому что для начального ступени, для начинающего преданного Шлорупада это источник вдохновения и залог успехов в быстром продвижении, в быстром духовном прогрессе. Со временем мы научаемся различать, да, получаем энергию знания, мудрости, просветления, очищаемся от последствий грехов и начинаем видеть, как взаимодействуют между собой гунны природы, как можно выпутаться из-под их влияния, что из себя, в чем заключается разница общения с обычными людьми, которых не беспокоят вопросы духовной практики, возвышения сознания, очищения сознания, и насколько благотворно сказывается общение с преданными, с людьми, которые сознательно проявляют интерес, ищут абсолютную истину, прикладывают значительные усилия для того, чтобы продвинуться на духовном пути. И вот после того, как человек утвердился в необходимости часть, значительную часть жизни посвятить именно духовному совершенствованию, после этого предстоит сделать свободный, зрелый, духовный выбор, выбор духовного учителя. Откровенно говоря, я не рассчитывал говорить об этом, но каждый раз, когда я разговариваю с вами, с аудиторией, мне хочется прославлять этот метод духовного самопознания, духовного продвижения, как взаимоотношения ученика с духовным учителем. Я не устаю удивляться тому, насколько важно понимание того, что процесс непростой, и мы умозрительно можем прочитать, даже из книг Шварупады, умозрительно можем прочитать какие-то вещи, но понять, как применять их на практике, может каждый сам по-своему. И настолько может быть соблазнительным, оправдывая, собственно, нежелание каким-то образом исполнять обязанности в миру, может быть, настолько соблазнительным может выглядеть духовное знание, чтобы оправдать этим свое нежелание, ходить на работу, воспитывать детей и прочего. Настолько нам самим может показаться, что мы достигли нужного уровня, духовного уровня, что нам не повредит уже начать применять отречение или, тем более, принять саньясу. И настолько плачевными могут быть для нас последствия такого необдуманного шага, потому что это серьезный шаг отречься от исполнения обязанностей, уйти от мирской жизни. Многие уходили, известные личности уходили в монастыри, принимали постриг. Такой обычай, традиция на Руси всегда существовала, но возвращались, потому что это непростая жизнь. Хотя она кажется очень привлекательной, потому что человек, который, так скажем, устал или наелся от мирской жизни, хочет получить состояние свободное от этих волнений. И это естественное устремление души. Но не так все просто. И для того, чтобы заручиться хоть какой-то гарантией успеха на этом пути, нужно стать под руководство человека, который уже, как минимум, продвинулся хоть сколько-нибудь опытен в этих вопросах и может за руку провести совершение хотя бы самых первых грубых ошибок. У меня есть соблазн начать продолжать говорить о том, о чем я сейчас говорю, или все-таки начать говорить о том, о чем я хотел сказать и к чему я готовился. Вот напишите, пожалуйста, как вам, ну или сердечками, что ли, дайте знать. Вы здесь? Я смотрю, есть шесть человек. Очень интересно, как вам, есть ли у вас вопросы, дайте хоть какую-то обратную связь. Буду вам очень благодарен. Ну и первая ошибка, в общем, которая может быть, давайте так поступим, это принятие лжи гуру, принять ложного духовного учителя. И она уж не такая редкая. Я свое время в своей жизни принимал несколько раз в качестве учителя людей, которые потом, как выяснилось, качествами духовного учителя не обладают. И это, конечно, какое-то время задержило мой прогресс. Поэтому важно узнать, какая квалификация духовного учителя, и делать все по науке. Давайте все-таки перейдем к тому, к чему я готовился. Я уже говорил раньше, что вот с 56 стиха, давайте, наверное, все-таки прочитаю. 56 стих. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, мой чистый преданный, находящийся под моей защитой, по моей милости, достигает вечной и нетленной обители. То есть, можно внешне, можно заниматься какой хочешь разнообразной деятельностью. Она может выглядеть, как хочешь. Главное, чтобы она не была сопряжена с греховной деятельностью. И при этом, находясь, совершая такую деятельность в духе отречения, она предполагает равное достижение успеха, духовного успеха. Потому что Кришна говорит, что достигает такой человек чистой и вечной, нетленной обители, обители Кришны. Во всех делах в начинании всегда полагайся на меня, и помни, что ты находишься под моей защитой. И таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. И вот, если до этого мы могли читать и говорить о любой деятельности или о деятельности в отречении в разных гунах, то здесь Кришна говорит, конечно, о преданном служении, о чистом преданном служении. Он говорит о себе, непосредственно о служении Ему, как Верховной Личности. Причем важно понять, вот это почувствовать, что Господь, Он не нуждается в нашем служении. Он не зависит от этого служения. Оно для Него не является жизненно необходимым. Он никак не обусловлен нашим существованием. Но при этом Он хочет, чтобы это служение совершалось, потому что таким образом мы имеем связь с Ним, мы можем эту связь с Ним поддерживать, именно служением. И это работает именно таким образом. Не работает в каком-то другом ключе. И что интересно, что Кришна при этом говорит, что такой преданн находится под Его защитой. И неверно думать, что такая защита – это, знаете, как какой-то контракт между Богом и человеком. Вот ты, мол, мне предайся, говорит Кришна, властвуй, разделяй, властвуй, да, и тогда я тебе дам защиту. Мы можем иметь пример такой, да, перед глазами в миру, как это бывает очень часто, как лидеры общества или разных традиций, или даже в конфессиях это происходит, да, обещают некое благо, которое сулит освобождение от страданий, грехов, защиту от новых последствий под каким-то условием. И надо понять, что Кришна говорит об этом, ну, безусловно. Он говорит об этом как то, о чем, то, что происходит постоянно с Его преданными, то, что никогда не нарушается, да. Это природа Кришны, которая заботится о Своем преданным, она постоянно проявляется, и она независимо, необусловленно служит преданным Ему или нет. Но для материально обусловленных существ выглядит это по-разному. Защита Кришны выглядит по-разному. И вот материальный мир – это тоже своего рода проявление заботы о нас. И нам, конечно, необходимо приобрести какой-то все-таки уровень понимания, устройство мира для того, чтобы научиться это видеть. И говоря о деятельности в чистом преданном служении, вот мне хотелось поговорить о принципах преданности, о принципах, которые описываются как принципы Шаранагати. И вот интересно, да, как вот вы для себя можете понять, как вы понимаете, да, что такое преданность, что такое предание, и какое оно бывает. Мы часто слышим выражение «чистое преданное служение». Исходя из этого утверждения, можно сделать предположение, что есть преданное служение, которое не является чистым. И как раз-таки до 56-го стиха Кришна рассказывал о различной деятельности в гуннах материальной природы, в настроении отречения. Но так или иначе, это единственную целью должен поставить перед собой удовлетворение Кришны и служение Кришны ради Его удовольствия. И Бхактинут Такура писал «Принципы Шаранагати» и «Служение Кришны ради Его удовольствия». И Бхактинут Такура писал «Принципы Шаранагати». Вот, я хочу вам зачитать сейчас санскрит и немножко разберем несколько аспектов, связанных с Шаранагати. Шаранагати — это шесть видов предания, шесть аспектов преданного служения, которые характеризуются для чистой преданности. И заключаются они в том, чтобы принять то, что благоприятно, и отвергнуть то, что неблагоприятно. И знать, что Кришна всегда защитит, принять Господа своим единственным Господином и Хранителем, и полное предание Ему и смирение. Вот именно все вместе, вот это вот, все вместе, что описано, оно и будет составлять чистое преданное служение. Это и будет предание именно Господу. Если чего-то из этого нет, это мы можем как на самопроверку взять эту формулу, которую Ачария оставила для нас. Если какого-то элемента из этого нет, то это нельзя назвать чистым преданным служением, преданием Кришне, именно преданием Господу. Потому что в конечном итоге тот или иной вид преданности известен каждому из нас. Например, когда враг сдается на милость победителю, он поднимает руки вверх, опускает глаза вниз, и полностью смиренен и предан ему в надежде на то, чтобы победитель сохранить ему жизнь. Но можно ли это назвать чистым преданным служением, которое приносит благо каждому живому существу и удовлетворение Господу? Нет. И есть различные виды предания, которые не являются преданным служением Господу. И какие же три аспекта, три вещи основные? То есть можно с чего начать? Шелук Попады начинает объяснять, с чего начинается Шаранагати. И Шаранагати начинается в том, чтобы начать считать себя маленьким, зависящим. Это что-то принципиально противоположно тому, что подсказывает нам материальный опыт, или что подсказывает нам материальная наука, или современное образование в обществе, которое наоборот вдохновляет нас для того, чтобы мы ощутили какое-то могущество, собственное могущество, собственную значимость, каким-то образом начали себя считать кем-то, способным на что-то, для того, чтобы в конечном итоге взять ответственность, ответственность и начать исполнять свою обязанность и роль, и успешно проводить, воплощать в жизнь все наши устремления, которые помогают нам развиваться, защищать, жить, думать, существовать нашим родственникам, нашим потомкам и так далее. Но что касается жизни, взращивания чистой предности, жизни в чистой предности, доставления Кришне удовольствия, это принцип, который как раз-таки подсказывает нам обратное, что мы должны научиться считать себя маленьким и незначительным. И как же нам разрешить противоречия? С одной стороны, Кришна говорит, что не нужно отказываться от деятельности, от жертвоприношений, тапасии и аскезы, потому что даже великие души это очищают. С другой стороны, мы должны при этом начать считать себя неспособным, маленьким, немощным, неспособным всему этому следовать. И ответ заключается в том, что все возможности, которые у нас есть, все способности, которые у нас есть, вся собственность, энергия, усилия и решимость, все это на самом деле дает нам Кришна. Источником всего этого является Господь. Все, что у нас есть, это возможность свободно выбирать. Выбирать. И в чем принципиальное отличие в сознании Кришны в том, что мы просим у Господа защиту, и чтобы Он нам дал возможность просто разумный, делать разумный выбор, одухотворенным разумом выбирать служение Кришне. В том числе и в вопросах, связанных с поддержанием жизни в материальном мире. Следующий аспект, это, да, и мы в этом полагаемся на Господе, это является вторым аспектом. И в конечном итоге вот такое взращивание такого сознания, оно приводит к тому, что человек начинает жить, да, этими принципами и посвящать всего себя для исполнения, да, всего себя тому, что Господь указывает, что указывает духовный учитель, который имеет квалификацию выступать от имени Господа, подсказывать нам, что доставляет Кришне удовольствие, каким служением мы можем Его порадовать, исходя из того, на каком уровне развития мы сейчас находимся. Вот. И воздерживаться от всего того, что препятствует нашему продвижению в сознании Кришны. Вот в этом суть трех аспектов. У нас осталось 15 минут. В целом я свое сообщение, наверное, в сути, в основном объеме я закончил. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Я буду очень рад. Хотелось бы какого-то живого общения с вами, не только как в одностороннем порядке, как говорящая голова. Вот. А пока, надеюсь, вы пишете свои вопросы. Давайте вот тогда более подробно все-таки разберем. Санскрит от Маникшепа, да? От Маникшепа. Это вот, дай. Это дословно означает понимать, что мне ничего не принадлежит. Интересный такой момент, особенно сейчас, потому что в той местности, в которой мы живем, кажется, что и те принципы, которые приняты для того, чтобы оценивать, как вообще наше общество развивается, в каком состоянии оно находится, оно предполагает, что самым высшим интересом для человеческой жизни является материальное благополучие. И основа убежденности заключается в том, что за каждым человеком закреплено право обладания какой-либо собственностью. И как вы уже догадываетесь, в противовес этому духовные стандарты, духовные принципы говорят о том, чтобы с самого начала признать принцип отказа от признания за собой какого-то права на собственность. Да, у нас есть какая-то собственность для того, чтобы, и даже мы распоряжаемся, и даже в Росреестре можем получить выписку на имущество, или зарегистрировать за собой транспорт, или любое другое ценное имущество, и оно дает нам какую-то власть и влияние над другими людьми, престиж. Но в конечном итоге нам это не принадлежит. Потому что в момент смерти нам придется со всем этим расстаться. Мы не сможем это забрать с собой в следующую жизнь. И духовные учителя нам говорят, что выгодно, правильно, еще при жизни постичь утверждение, что мне ничего не принадлежит. При этом мы не отказываемся от этого всего. Мы не бежим, не сдаем в ломбард наши драгоценности. Мы не выбрасываем мебель. Мы продолжаем также пользоваться всеми атрибутами, но знаем, что хозяин всего этого, эта материальная энергия, она нам не принадлежит. Даже наше тело, в котором мы находимся, даже наше тело, которое тоже можно назвать, подумать, что это моя собственность, если до какой-то степени мы разождествили себя с телом, мы уже понимаем, что мы не являемся телом. Но даже оно нам не принадлежит. И со временем мы будем вынуждены расстаться с ним. Мало того, мы не можем определить судьбу этого тела. Оно изменяется вне зависимости от нашего желания, хотим мы того или нет. Единственное, что мы можем выбирать образ жизни, который влияет на то, как будет изменяться тело. Но мы не можем прекратить изменение тела. Мы не можем прекратить наступление старости, мы не можем прекратить наступление болезней, и тем более смерти. Итак, необходимо решить для себя вопрос, каково мое отношение к объектам материального мира? Вот я на них смотрю, каково мое отношение. И материальная концепция жизни, она говорит, что все, что меня окружает, я могу этим распоряжаться для своего удовольствия, по своему усмотрению. Но сознание Кришны, оно говорит о том, что все, что меня окружает, мне не принадлежит. И у меня есть огромная возможность занять это в преданном служении Господу. В этом заключается для меня высшее благо. Вот об этом можно молиться и просить у Кришны получить такой опыт. И это будет первый серьезный шаг на пути к духовному прогрессу. Карпанье, смирение, да, карпанье со смирением. Делать это со смирением, потому что по-настоящему признать и решить для себя вопрос собственности можно только лишь с этим сознанием, с настроением, смирением, да, не самоуничижением, нет. Я не знаю, такое слово смирение, конечно, опираясь на тот опыт, который у каждого есть, мы можем по-разному понимать его. В общем, смирение это означает признать себя маленьким, да, даже незначительным, но при этом чувствовать огромное могущество, в свободу, в желании и выборе поклоняться и служить Кришне. Потому что таково положение, оно очень исключительно, особенно для жителей материального мира. И нужно обладать настоящим смирением для того, чтобы ощутить могущество, могущество, благословение такого положения, положение слуги Кришны. Ракшиш-Ятити-Вишвасо, да, говорит нам о том, что даже в самых, даже в самых серьезных трудностях и испытаниях, которые могут прийти преданному, путь чистой преданности, это не путь свободный от испытаний, это не золотая дорожка, посыпанная лепестками роз, это путь добровольных лишений, жертв, лишений каких-то, да, но путь всегда сопряженного с чувством счастья, глубокого удовлетворения. И преданный по мере своего продвижения, он утверждается в понимании того, что какая бы серьезная ситуация ни была, как бы она серьезно не испытывала его уровень, его преданность, Кришна всегда защитит. И чем серьезнее угроза, тем сильнее Кришна защищает, тем сильнее преданность чувствует свою зависимость от Господа, и тем самым укрепляет свою связь с Ним. Другими словами, сознание Кришны, или сознание Бога, или путь обретения любви к Богу, он универсален. Мы имеем возможность продвигаться и чувствовать развитие отношений с Господом, когда нам плохо и тяжело. Чувствовать благословение от того, что Кришна поддерживает, защищает нас, и даже в самых серьезных ситуациях нам ничего не угрожает. И в то же самое время преданные иногда обретают особое могущество, особое благословение, когда полностью бесстрашно и посвящает себя служению, когда Кришна ставит их в положение, в котором их начинают прославлять даже самые отъявленные материалисты. Много испытаний, связанных с гордостью, тщеславием, желанием последователей. Но в этом положении преданные также имеют огромную возможность все занять в служении Кришне, таким образом продолжать продвигаться. Это напоминает, знаете, движение графика такого, или движение змеи из стороны в сторону. И вне зависимости от того, в какой локальный момент мы движемся вверх или вниз, мы имеем возможность прогрессировать. В то время, когда опыт материальной жизни нам подсказывает, что если мы идем вниз, то мы идем вниз, мы деградируем, и это что-то плохое, от чего нужно избавиться, от чего нужно убежать. Сознание Кришны позволяет нам превращать любую ситуацию в наш успех, в вечный успех, успех, который никогда не будет сделан понапрасну, то есть мы его никогда не утратим. Ана-Кул-Вяса-Сан-Калупа принимает все, что благотворно. И мы знаем, что благотворно, первая ступень благоприятствования, это принять принципы ващновизма. И в нашей ученической преемственности, в нашей традиции это начинается с соблюдения четырех принципов свободы, отказ от мясоедения, продуктов насилия, рыбы и яиц в том числе, отказ от интоксикации, веществ, которые изменяют восприятие и сознание мира. Потому что факт там плевать на наши чувства, и как мы это воспринимаем. Реальность, она всегда остается реальностью. Это свобода от необходимости удовлетворять незаконно свое половое влечение. И это очень мощный принцип, который дает возможность на обладание собой и органами чувств и побуждениями. И последний принцип это не участвовать в азартных играх и денежных махинациях, все, что связано с получением выгоды через обман и эксплуатацию других людей. Это то, от чего требуется воздерживаться, для того, чтобы поддерживать себе чистое сознание, чистый образ жизни, который дает возможность умиротворенно постигать Кришну, потому что в беспокойстве это невозможно. И то, чему нужно принять, то, что благотворно, это принять повторение мантры, Харе Кришна Маха мантры, достаточно положенное количество кругов, и минимум у нас это 16 кругов, по 108 мантр, на четках. Если вы не знаете, не встречались с этой практикой и вам стало интересно, то напишите мне, пожалуйста, и я вам расскажу, как это правильно делать. Вот. Но наша встреча с вами подошла к концу. Спасибо большое, что вы слушали. Мне было очень приятно и радостно вас видеть, видеть знакомые, аватарки знакомых мне людей. Вот. Буквально еще жду полминуты для того, чтобы ответить хотя бы на один вопрос. Вот. Хоть как-то с вами живу пообщаться. Шамадбхагаватгита Кий-джай, Шурпада Кий-джай, Гуру Исклон Кий-джай, Ананта Коти-Вашнам, Гринда Кий-джай. Спасибо большое вам за внимание, мои поклоны. Харе Кришна. Будьте счастливы. Повторяю. Продолжение следует...